Малочка 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 Небо куда-то другое, небо куда-то Мама, мамочка, я всё забыла Что же мне делать, не знаю Ты мне всегда говорила Я не с тобой выбираю Это когда-либо вижу Только когда я с ним ясно Хочется быть ещё ближе Хочется, хочется, мама Что же тебе скажет ли мне сердце На веки разбит, но мамочка Что знает, что ты Лопади, но он не знает ничего Я не с тобой Что же мне пригодовано Я не с тобой Я не с тобой Я не с тобой итак итак приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет всем огромнейший привет мир добро любовь и свет сегодня 22 мая мне опять с утра болит голова блин хотелось не пробежаться встал в 6 утра опять с утра выпил таблеточку от головы все не знаю вот понимаете вот возраст такой да не бухаю ничего там не залег вчера посмотрел вчера лихач 2 11 серию 2 сезон все как положено все не за это погладил собак поцеловал жену лег спать все нормально все хорошо стою в 6 утра и башка болит вот как так то стою в 6 утра и башка болит мне нельзя здесь ехать здесь только прямо нельзя ли здесь движение по полосам промежу и все в общем это вот так я кстати хотел спросить вот вас дали не восточников ребят а есть у нас это мотоцикл с правым рулем или нет или машиной с правым рулем а то он сейчас нашел в владивостоке представляете владивостоке нашел вода цикл вроде там парень вы нормальный толковый все сейчас с ним с утра созвонились по видеосвязи нашел не знают вот новосибирске есть один вариант он стоит на 50 тысяч там дороже и один вариант есть владивостоке пришел только что вот пропер душа японца соответственно если мы берем если мы берем с вами например тот же самый владивосток то там конечно же это будет с японии там подобные понятно какая история так далее а вот новосибирск это дилерский мотоцикл и все но владивостоке пробег четыре с плент еще у мотоцикла а вот на дилерском пробег 22000 километров поэтому и думаешь вот как бы так ладно посмотрим может быть я все-таки еще и передумаю скажу нафиг мне этот мотоцикл нужен правильно может быть может нет хотя нет скорее нет чем да скорее да чем нет хоть вот здесь прям удобно бегать прямо здесь реально круто да кстати сегодня уже плюс 20 градусов представляете вот с утра часа плюс 20 градусов потому что сейчас с владивостоком мы общались там куда туман какой-то у нас будет плюс 12 градусов он там в шапке он там этом по видеосвязи пока поговорили думаю нифига себе он еще спрашиваю почему все рвутся в сочи ну потому что сочи это были сочи понимаете это сочи да кстати по вашим просьбам я вчера снял честный обзор по поводу жилого комплекса аллея парк само собой я не стал вам показывать квартиры там по 30 метров показал вам то за что любят у нас аллея парк все это заснял прогулялись я думаю вам будет интересно посмотреть и скажу так там конечно больше позитива чем негатива хотя негатив тоже есть потому что потому что есть там один сюрприз момент которых который не каждого из вас устроит сегодня думает что лучше снять каравелла португалия думаю лучше снять честный обзор или все-таки лучше снять морскую симфонию как бы так вот что уж морскую симфонию либо вот каравелла португалия они кстати ценник примерно одинаковые но ну короче вы напишите а может другое скажете макс каждого снимаю лучше что-то другое правильно же правильно ладно давайте с вами пробежимся по новостному нашему блоку посмотрим что же здесь интересно у нас происходит но мало ли что вы да вдруг 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 что-то про проспали а чё здесь когда затор стал на на здесь ходе затор стал ну ничего страшного я думаю там постоят не обидится кати время сейчас 801 8801 и 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 здесь тоже люблю пробегатель здесь пробегаешь с хорошо все визитная карточка юга россии 22 мая стартует экспедиция по новому шуту до красной поляны вот так понятно вам но я думаю нет смысла звучит потому что не каждый из нас знает что и как себе знал бы не сказал вот как за 400 тысяч даже не покормили турист съемала съемала пожалуйста дорогущие билеты в сочи короче он летел до новосибирска с новосибирска соответственно до сочи и вышло ему туда-обратно 400000 в экономе ну начал смотреть как бы там ну ты чё говорит но как бы 400000 это перебор потом оказалось вышло выяснилось что 400000 получается на четверых получается 100000 100000 на одного человека правильно правильно если мы берем с вами именно 100000 да получается туда-обратно 50000 но в принципе ну нормальная цена опять же майские праздники майские праздники у нас народу было очень много и конечно же спрос рождает предложение опять же если вы думаете что с учетом того что сейчас не в крым не полететь там не там не в новороссийск не полететь никуда если вы думаете что цены в сочи на билеты будут ниже то вы ошибаетесь ну потому что мысль делать ниже когда конкуренции нету конкуренции то нет правильно же ну серьезно конкуренции нет по слову совсем поэтому не стоит на эту тему делать акцент не стоит заморачиваться вот так ладно балдем с вами дальше один погиб шестеро пострадали дороге тапсы произошла страшная авария с участием студентов из прекрасного города сочи но что бывает как бы не без этого как говорится почему нет да нет нет тогда да а нифига себе оказывается может сверху просто клеить переносной знак инвалидов не так тут кстати тоже попробовать клеить хотя одна посмотришь на меня да как бы я думаю ландом все да кстати ребят если вдруг кто-то из вас нифига себе припарковала кстати так парковаться нельзя видели как припарковала опять на фарде у нас визитка да чья-то чья-то визиточка видели да припарковала просто взяла поперек поставила по барабану фиолетово ладно прикол так прикол стала известна дата открытия купального сезона в Абхазии я не знаю вот кстати знаете что я купался и прям хотел даже плавать не просто там зайти и выйти я думаю что-то вроде вода теплая оказывается уже вода плюс 18 градусов плюс 18 ну не сантиметров а градусов и знаете уже было как бы не холодно просто взял искупался вышел ну нормально сегодня тоже хотел сделать но голова болит вот серьезно говорю голова болит не вру я сегодня пойду сейчас если голова пройдет пойду сегодня в спортзал то что спортзале давно уже не будет себя потрогал бы мне нифига себе думаю что тоже все мышцы чуть слишком расслаблено вот и бы так спрос натуры все включено в сочи выросли на 20 процентов в общем топовые отели сочи у нас сейчас на данном этапе уже забронир на 98 процентов короче четыре звезды бридж резорт от 242 тысяч рублей промете клуб 4 звезды от 135 тысяч рублей сити парк 4 звезды от 137 тысяч рублей али алиана фамили спутник мазафака бич от 257 тысяч рублей отели сокол 3 звезды от 82 и вин райс хотель спа от 80 тысяч в общем вот как бы так поэтому знаете вот ребята вот вы я прекрасно понимаю что вы мои подписчики я к вам уважительно отношусь и действительно как бы я как бы всегда для вас делать больше чем даже и нужно но когда вы мне говорите максим помогите нам подобрать квартиру на июнь июль август и сентябрь на четыре месяца конечно же поближе к морю желательно от 35 квадратных метров я думаю понял каким короче снять на лето пожить попробовать сочи я понял я какой вас лимит ну тысяч двадцать пять тридцать месяц мы готовы заплатить ну ребят но это не смешно но не смешно даже вне сезон вы например на транспортной улице там где находится квартира моей дочери даже за 40 тысяч не сможете снять там далеко от моря там до моря два с половиной километра поэтому ну ребят ну не смешно серьезно я прекрасно понимаю что вы там себе нафантазировали но как вы себе представляете квартира возле моря например 37 квадратных метров будет стоить минимум 15 миллионов рублей минимум 15 миллионов рублей и что вы думаете что в самый пик сезона когда у нас сейчас мягко говоря напряг напряг с теми самыми номерами вам будет сдавать за 25 за 30 тысяч рублей но ребят ну как бы ну я все прекрасно я хотел конечно грубо ответить потом думаю не думаю не буду мне помочь стал отвечать местами но от скольки от 100 тысяч ребят вот 100 тысяч если найти чтобы можно в лето снять по 100 тысяч рублей то что самый высокий сезон до посуточно такие квартиры обычно уходит там как вы сказали там обычно 7000 посуточно вот это если вот прям повезет если за 100000 ориентируйтесь на соточку 100000 это минимум 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 и то я вряд ли найдете даже я только помню как-то снимал там на месяц офигеть там 150 тысяч поседонию вышло на месяц дешевле не получилось снимал 50 квадратных метров поэтому вот ребят имейте это ввиду как бы и я понимаю еще самое интересное пишут на серьезных щах за 30000 рублей сейчас даже в орске в орске затопленном как бы квартира если взять в центре орска будет стоить 30 тысяч рублей в месяц аренда а вы хотите в сочи возле моря нам конечно мы вас посмотрели нам лучше центр нам адлер не нужен нам от догомыс не нужен ну серьезно что ли ну ребят но это ну реально не смешно он пойдем ползем дальше впервые в этом году температура морской воды в сочи прогрелась 18 градусов вот красота все я же говорю купался прям уже нормально комфортно первая в россии машинистка ласточки выполнил дюбитный рейс сочи короче страшно теперь стал передвигаться посмотреть девушка за рулем у меня за рулем поезда это же страшно страшно хотя нет я думаю что это не страшно я думаю что это просто такой определенный аттракцион аттракцион разврата и счастья семь лет тюрьмы за кражу кепки и сумки у школьников грозит паре приезжих из сочи взяли вот у школьника забрали кепку и все блин школьнику 18 лет думаю фигасе думаю школьник мне было 17 лет я уже бился по мужикам на соревнованиях по мужикам понимаете а здесь школьник оказывается 18 лет школьник бедный 18 лет не мальчик пострадал до 18 лет уже блин уже все нормальные люди уже уже не за в армии уже там 18 воюет там не за этом гайдар там в 16 лет уже полком руководил понимаете а здесь 18 лет у школьника забрали кепку блин но если у школьника забрали кепку но этот школьник чего 17 чмошник но серьезно как можно чтобы забрали кепку еще что-нибудь забрал мальчик с девочкой ну это бред очень не вот если школьник ты меня смотришь 18-летний ты чё блин вместо того чтобы мастурбировать в телефоне вон запишись на секцию на бокс пойди еще с него значит он должен уметь себя защитить 18-летний школьник да и школа 17 заканчивать 18-летний школьник не он где в армии там тебя в армии научат как не за этом оставит свою честь достоинству стыда баблин ну серьезно реально стыда боя понимает там там было бы там например там к не за там 20 армян да или там 15 абхазов да как бы просто до 20 армян забрали с 15 абхазом как бы там да как бы взяли бы там и что там сделали да а это один какой-то алканавт грубо говоря из воронежа и все ну как так то правильно же ладно пойдет пойдет аэропорт сочи начнет обучать молодых людей на специальность сервис на воздушном транспорте вот так вот а что аэрофлот аэропорт стабильная зарплата все как положено в россии поддержали идею компенсацию работы выходные дни при увольнении короче если вдруг выходные дни работали и при увольнении вам должен помимо того короче идея хорошая реализация не очень а как я люблю эту рубрику город из которого хочется сбежать россиянка назвала пять причин из-за которых не стоит переезжать соти как вы думаете какие будут основные причины у россиянки которая 6 уже передал и девушка из тюмени тюмень то и то город он же там как бы да это же вам никакая там москва это же вам не какой-то там сам петербург и то же вам не калининград в конце концов тюмень 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 блин погода Тюмень сейчас в месте Тюмень переменная облачность температура 11 градусов красота конечно же Тюмень же Тюмень это город мечты короче девушка Тюмень посетила свою подругу переехавшую в Сочи путешествие было спонтанно недолгим, снять жилье в мае оказалось слишком затратно, поэтому она гостила подруги, та радушно приняла ее, показала город рассказала о косях жизни в Сочи она будет за то, что никогда подробно короче, дорогое жилье и продукты я сразу, вот по почерку я понял, что остановились где-то в Адлере, где-то в ебенях вот сразу, просто по почерку понятно, сейчас поймете почему среднюю стоимость квартиры в Сочи, когда я подругу сказал среднюю стоимость квартиры в Сочи я не поверил своим ушам цены оказались как в Москве тебе на е проверив в интернете я убедилась лично доступные квартиры можно найти только на этапе строительства но это рискованно из-за множества мошенников нет, не право строительство как раз сейчас дороже чем готово с данным объектом здесь конечно не права девочка из Тюмени следующая девочка из Тюмени лет 50 потому что вот, как бы, ну чувствуется по выражению по почерку более-менее просторные квартиры в центре города стоят от 16 до 60 миллионов какие 16 миллионов рублей в центре города более-менее просторные просторные квартиры это от врагов 70 кв cient женщин и они начинаются у нас от 35 миллионов рублей а если что-то нужен центр вот в этой локации это на локации на 70 миллионов Ну, никак не на 16. За 16 миллионов рублей ничего не взять. Даже в раз-два-три не возьмете квартиру, понимаете? Поэтому, конечно, там неграмотно. Ну, ничего страшного, не без этого. Неофициальная зарплата и зарплата в конверте. Моя подруга работает удаленно на московскую компанию и не жалуется на зарплату. Но при поиске мест на работе она не нашла ничего достойного и высокооплачиваемого. Высокие доходы предлагаются только в продаже недвижимости автомобиля, а также в некоторых банках. В остальных случаях неофициальная трудоустройство и зарплата в конверте. Местные неохотно рассказывают о своих местах работы, особенно приезжим. Конечно, если местные будут рассказывать вам про свои зарплаты, приезжим, да вы там с ума сойдете. Ну, серьезно. Вы там зарабатываете, не знаю, 45 тысяч рублей в месяц где-нибудь там у себя в городе, не знаю, и там читаете. Ого! О! Я бога за яйца поймал! Блин, плохое сравнение, ладно. Как бы все, да, там. А тут раз таксист 200 зарабатывает. Конечно, как-то даже хреново становится на этом фоне. Поэтому вам местные не говорят, чтобы там, не дай бог, там, не знаю, как бы не вздернулись на веревке. Это сервис только для миллионеров. За несколько дней в Сочи у меня сложилось впечатление, что здесь рады не мне, а моим деньгам. Конечно, вы же турист. Почему вам должны быть рады? Тем более вы вся на негативе. Все у вас не нравится, солнце светит не так, это все не так. Конечно, говорю, как есть. Моим деньгам заведение тебя оценивает по внешнему виду и обслуживает только до тех пор, пока ты не... А, я обслуживаю только до тех пор, пока ты не сказал, что ты дорогостоящий. Конечно, блин, конечно, конечно. А как это еще? Магазины, отели, другие услуги работают по такому же принципу. Я привыкла к европейскому сервису, где тебе всегда искренне улыбается. Ну что ты врешь? Европейский сервис. Я уверен, что люди, которые живут в Тюмени, они даже ни разу не были в Европе. Максимум, куда они летают, это Таиланд, Вьетнам и всякая азиатская дичь. Ну знаю я. Там, как правило, кто живет в Тюмени, они, блин, они в Европу не летают. Слишком дорого и далеко лететь. И если мы посмотрим с вами европейский сервис, то я скажу так. Например, вот для вас что понять Европа? Вот в Турции раньше был сервис, более-менее было нормально. Улыбались, все хорошо, все прекрасно, все замечательно, все нормально было. Сейчас я не могу такое сказать. Там тоже, если у тебя денег нет, там тебя могут и нахер послать и все остальное. По поводу европейского сервиса. В Европе на тебя вообще смотрят как на говно. Вот эта девушка или эта женщина, там реально нет понятия сервис. Только у турков есть такое понятие, как клиент-ориентированность и так далее. И то раньше была. Сейчас в последнее время не особо. Наоборот, как раз вот те самые азиаты, вот азиаты, они самые такие радушные и так далее. Потому что у азиатов немножко другой подход, да. Они наоборот, как бы там всегда. Даже вот взять, например, даже, ну не знаю, там, там то же самое Грузия, там еще что-то. Ну, южане, да, тебе назвать. Они наоборот самые гостеприимные, самые радушные. Поэтому не надо звездить там, понимаете. Я говорю как человек, который побывал там, как бы ни в одной стране, я где только не был. Я побывал, в принципе, везде, кроме, на всех континентах, кроме Австралии, там, и что там у нас, еще там чего-то, где там холодно. И все, понимаете. Поэтому давайте мы не будем звездить. В Сочи же отношение резко меняется, если ты приезжаешь на дорогом авто и выглядишь на миллион. Конечно, конечно, конечно меняется. Ну, а как еще? Конечно меняется. Потому что с нищебродами никто не хочет связываться. Даже таксисты не хотят связываться с нищебродами. Почему? Потому что денег нет, а понтов выше крыши. Понтов я не знаю как чего. Ну, серьезно говорю. Просто там, да, и элементарно. Поэтому в экономе заработать можно гораздо больше. Почему таксисты не хотят экономить? Почему они все бегут там, комфорт плюс, бизнес и так далее? Там денег зарабатываешь меньше. Я могу позвонить Лехе, и Леха вам тоже самое скажет. Но потому что эти деньги в экономе очень тяжело даются, а их много в экономе. Потому что людей, небогатых больше по статистике, но они весь мозг вытрахают. А особенно если вдруг к экономщику, например, бывает такое, что, например, вызываешь эконом, бывает такое. И тут раз тебе приезжает какая-нибудь Toyota Camry или Kia K5, а ты едешь там за 170 рублей с торгового центра Marimol, там куда-нибудь еще. И у этих экономщиков, у них аж пукан разрывается. У них прям просто... Вот кто, если таксисты меня смотрят, они вот дадут... Вот они прямо в комментариях напишут, что Макс, ну реально, как будто ты описал моего клиента. У них все. Они низкую оценку поставят. Почему? Да потому что бесит, что он едет на таком прекрасном автомобиле, в рубашечке и так далее. Приехал на эконом. Потому что люди понимают, что им стыдно отдавать 170 рублей, потому что к ним приехал нормальный чистый водитель, водичка есть и так далее. И все. И они думают, нет вместо чаевых, они тебе, а ладно, поставлю единичку. У Лехи так было несколько раз, да и у других у меня там знакомых тоже было несколько раз. Понимаете? Зависть. Зависть. Почему в Сочи таксисты работают в таком прекрасном городе и зарабатывают больше, чем мы в Сибирике? Даже, даже. Вот как бы так. Понятно, следующий. Толпа туристов. Еще одна городская проблема, которая бросается в глаза, это большое количество людей на улицах. Курортный город и толпа туристов здесь неизбежно. Многие из них ведут себя неуважительно по отношению к местным жителям. Они оставляют мусор, расправляют нужду в общественных местах и считают, что содержат город своими деньгами. Это вызывает негативные отношения со стороны местных. Конечно, наверное, и так и сказали, что, наверное, скорее всего, она повела как свинья, и потом она решила оправдаться и так далее. Как бы я скажу так, местные, они тоже такие интересные. Могут местные взять там и окурок бросить и так далее. Здесь не зависит ни от того, ты местный там или двухместный, да, или одноместный. Или здесь зависит именно от человека. Если человек конченая свинья, и без разницы какой национальности. Свинья, она и в Африке свинья. И да, есть приезжие, которые ведут себя как свиньи. Есть местные, которые ведут себя как свиньи. Поэтому здесь не надо ставить клеймо. Здесь больше зависит от человека. Море, до которого не доехать. Ну, понятно, что море, до которого не доехать, значит, остановился подружки где-нибудь там, не знаю. Если это Сочи, это где-нибудь на КСМе. А если это Адлер, где-нибудь там в Ебенях где-нибудь. Многие мечтают о жизни в Сочи из-за близости к морю. Однако, как оказалось, местные жители купаются реже, чем туристы. Причина – ужасные пробки, которые делают поездку на пляж настоящим испытанием. Значит, для приезжих это не испытание, а для местных это испытание. Ну, тоже какой-то бред. Ну, вот женщины 50+, но вы, когда пишете, вы формулируете свою мысль правильно. Моя подруга думала, что будет ездить на море, но реально оказалось – нет. Ну, как? Знаете, вот когда я с утра бегу, я в озел, ну, беру всегда, каждый раз купаюсь. Каждый раз купаюсь, да. Вот у меня пробежка, и я всегда купаюсь. Я уже купался 5 или 6 раз. Ну, ребят, просто целенаправленно, например, в выходной пойти на море, я не пойду. Потому что я выберу лучше рыбалку, выберу лучше прогулку или еще что-нибудь. С утреца, да, могу бегать. Потому что просто, например, как бы, не знаю, прийти на пляж, загорать и там периодически заходить, там сиськи мочить. Ну, это не мое. Это не мое. Понимаете? Ну, реально это не мое. Поэтому здесь у всех по-разному. Например, говорю, с утра искупаться в чистой воде, когда там еще не успели в воду загаять – это круто. Купаться в воде, там, чтобы температура была не выше 20 градусов – это круто. Ну, например, когда температура 25-27 градусов, смысл купания, как бы, здесь ты взял, пробежался, взбодрился и побежал еще 2 километра. А здесь, ну, не понимаем. Не понимаем. Ладно. Короче, это, знаете, самое главное, если все подойти, оправдание – это цена. Цена на недвижимость и то, что, как бы, непонятно, какую там зарплату и так далее. Потому что в Сочи, в отличие от северных городов, здесь нет такого понятия, как, например, оклады, еще что-нибудь. То, что ты приходишь на работу, что ты делаешь, и ты за это получаешь деньги. Нет. Здесь немножко по-другому. Здесь ты получаешь деньги за то, что ты сделал, а не то, что ты делал. Понимаете? За то, что ты сделал. Например, возьмем пример риэлтора. Риэлтор может вам целую кучу вам прислать вариантов. Может вас встретить с аэропорта, привезти, показать, отвезти. И он ровно ничего не заработал, потому что все это он делал. Но когда он продает вам недвижимость, застройщик ему отдает комиссионное вознаграждение. А когда он продает недвижимость, называется, сделал. Сделал продажу, сделал сделку. Понимаете? И многие риэлторы, они реально много работают в холостую. Очень много проделают работы. Потому что, знаете, многие из вас, да, как бы, ну, как бы, когда, помните, я рассказывал мой печальный опыт, как я там в стриптиз-клуб пошел, и как я столкнулся, там, как я влюбился, там, еще что-нибудь. Ну, было такое. И там некоторые начинают писать, вот там то, вот там все. Там не зазорно, там еще что-нибудь. А я вам скажу так. Я вам скажу так. Что, понимаете, вот есть, есть у нас, например, девушки, да, которые, ваши землячки, да, как бы, ваши прекрасные землячки, которые с большим удовольствием, с большим удовольствием работают в Сочи, в стриптиз-клубах, где они могут, ну, в свою очередь, могут посидеть, да, с вами поговорить и так далее. Опять же, да, как бы, нужно понимать, нужно понимать, да, вот многие ассоциации, стриптиз-клуб, это бордель. И я согласен с вами. Если, например, мы возьмем с вами боди-боди-клуб, да, возьмем с вами зажигалку, возьмем с вами там на Красной Поляне, там действительно, как бы, ничего такого интересного для мужиков и нет. Потому что приходишь, там, ходят девочки максимум в одних трусах, а некоторые без трусов. Подходят к тебе, начинают клянчить, начинают клянчить у тебя, там, ну, угости коктейлем, угости, то, а угости кольяном, а угости, то, и так далее. Начинается вот это непонятное движение. И там действительно, как бы, ну, как бы, поговорить даже не о чем. И, да, там, вроде первые, там, не знаю, там, пять минут прикольно, там, прикольно девки с сиськами голыми ходят, прикольно, классно, прикольно. О, это и сиськи больше, да. А потом все. А потом, когда начинают тебя, там, постоянно тебя клянчить, да, не то, а купи коктейль, а как-то для уражды исполнит еще, потом, и все. И, конечно, я не понимаю мужиков, которые ходят в такие клубы. Ну, это реально, как бы, ну, ребят, ну, не знаю, это шляпа какая-то конченая, понимаете. Есть немножко другое. Например, если мы возьмем клуб Монами, почему-то ходят мужики, да, вот я задавался вопросом, почему-то, я даже недавно с пацанами общался, с друзьями, иногда ходят, да, вот. Почему? Ну, потому что, понимаете, например, вот в ночном клубе Монами, в степи-с-клубе, там девушки ходят одетые. Да, 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 не ошибся, мальчишник, мальчишка, даже не знаю. Девушки ходят одетые. Но почему туда мужики идут, в Монами? И вход, например, в зажигалке вход стоит тысяч рублей, а в Монами стоит пять тысяч рублей. Зажигалка в помещении больше, Монами меньше. Ну, понимаете, например, вот в Монами к тебе относятся не как к клиенту, ты для них не клиент, ты для них гость. Подход, да, вроде бы одно и то же, да, но везде ты клиент являешься, а здесь гость, понимаете, да. Соответственно, тебя и встречают как гости, да, там, как бы, во-первых, у тебя там никто ничего не клянчит, там у них запрещено, ты можешь сам там взять, угостить девушку там тем или иным коктейлем. Во-вторых, там всегда в смене 20 девушек, и они каждые полчаса меняют наряд, и они реально ходят красивые, красивые, там, в вечерных платьях, красивые, там, с прическими красивыми, на каблуках. Ну, просто там смотришь и просто, не знаю, там, просто, как бы, получаешь эстетическое удовольствие, да. Я, конечно, понимаю, что вот вы же, как бы, у меня знают, что женщины смотрят, да, и вы, наверное, каждый вечер своего мужа встречаете в вечернем платье, на каблуках, с прической, правильно, ну, поэтому не понимаете, зачем мужик еще идет в стриптиз-клуб. Мужики смотрят, да, у меня дома то же самое, ну, да, вот в вечернем платье всегда подходят, там, тебе, там, если ты, там, с работы устал, тебе, там, массаж тебе сделать, ну, так же, да, у всех же, правильно. Так вот, и вот здесь примерно то же самое, что у вас дома, примерно то же самое. И вот, как бы, там, действительно, как бы, по очереди девушки танцуют, и когда танцуют на шесте, она это красивое свое платье, оно снимает, и остается там максимум в трусах. Такое есть. Но что просто, например, как в зажигалке и тому подобное, просто ходила, там, не знаю, там, титиками трясла, голыми, такого нет. Вот, и мужики туда приходят больше посмотреть на, как раз, вот, женщины, да, по поводу того, как они выглядят, ну, как вот это, какая-то есть женственность, какая-то изюминка. Опять же, в конце концов, поговорить можно, ну, реально поговорить можно, без истерик, без ничего, и все. Я не говорю, там, что там надо ходить в стриптиз-клуб, я говорю просто причину, почему мужики туда ходят, и почему, например, в Монами самый дорогой вход, и почему там всегда, как бы, есть гости, да, клиенты. А почему, например, в Боди-Боди и во всех остальных местах так мало клиентов, потому что, такой подход разный. Опять же, да, если, например, мы берем с вами, ну, как бы, это не бордель, если вдруг тебе понравилась девушка, и ты захотел с ней, как бы, сделать, короче, заняться сексом, ну, что я буду, что, взрослая же аудитория, то я могу вас разочаровать, она вам может отказать, и чаще всего отказывает. Вот, там нет такого, что зашел, ты там, как на, в магазине, вот, она мне понравилась, пошли, потащил ее. Нет, ты должен, как минимум, как минимум расположить ее к себе. Все, ты к себе, если ее расположил, да, если она согласилась, то еще за определенную сумму денег, и вот пойдет, и она сразу обговорит, скажет, что мы можем делать, что мы нельзя делать, понимаете? Поэтому, если вы думаете, что вы там пришли, и все, и все сразу сказали, я согласен, ни хрена, это тоже, видите, какое-то там, какая-то вот есть, например, в других клубах все наоборот. Ну, чему я говорю? Там девушки, они, как бы, ну, работают, они проститутки. Вот, они с вас берут деньги, дают вам свое тело, дают вам свое внимание, дают вам свое еще что-нибудь. Короче, такой-то идет обмен. И, действительно, кто-то, может, скажет, что это зазорно. Ну, зазорно, может быть. Но там все честно. Ты дал, ты получил. Понимаете? Честный обмен. Еще бывает другой вариант. Когда вы, например, взяли, встретились с девушкой, например, в ночном клубе, познакомились, да, вы ее там всю ночь угощали, угощали, провожали, провожали, она перебухалась и все остальное, и не дала. И не дала. Ну, зато она такая хорошая, порядочная, да, алкашка и так подобное. А там, вон, она, видишь ли, за деньги, да. А здесь это. Есть еще другая категория. Есть другая категория, ваши подружки, которая просто берет и, там, не знаю, там, идет в ночной клуб и подряд со всеми трахается. Ну, бесплатно. Просто там. С любым почти, там, можно сказать, кто больше налил, с тем пошла. Ну, и, соответственно, видите, категории разные есть. У меня уважение даже к тем людям, ну, тем девочкам, которые занимаются, так скажем, за деньги, даже больше уважения, потому что там четко понимаешь, там нет таких каких-то сюрпризов, моментов. Ты что надо, за что, как бы, кто получил. Ну, когда вы начинаете критиковать этих прекрасных своих подруг, которые в этой сфере работают в городе Сочи, есть другой момент. Вот многие, многие, как показывает практика, ведут себя, например, в жизни гораздо хуже, чем, например, на те же самые проститутки. Когда там, не знаю, там, как бы ерзают от одного к другому, к третьему, четвертому, пятому, десятому и так далее. Понимаете? Как бы они вот себя ведут даже гораздо хуже. И, по большому счету, как бы, перед тем, как осуждать, надо, ну, на себя посмотреть, да? Как бы, ну, у меня там были, там, тоже бывает, знаешь, как бы, мне там тоже сейчас рассказывал брат. Вот там с клиентами, говорит, полгода вел переписку. Встретил, проводил, разместил, все это сделал, все это сделал. А потом раз, говорит, Сережа, огромное тебе спасибо за то, что все, ну, мы вот купили, вот, ну, купили мы у другого риэлтора, ну, потому что, потому что, ну, не знаем, потому что вот мы решили. Потому что он нам сделал скидку, сделал скидку, вот вы нам не сделали скидку, а он нам сделал скидку. Мы взяли ту же самую квартиру, которую мы с вами смотрели, ну, мы ее купили на 15 тысяч дешевле. Поэтому вот как бы так Ну все, бывает такое Понимаете, ну и все Ну и пошло-поехало Вроде бы 15 тысяч, ну Сергей Ну вы взяли бы, попросили бы Скидку в 15 тысяч И я бы вам сделал Ну вот, вы должны были сами предложить Потом Сережа, конечно, взял и сказал Ребята, ну вы извините меня Я полгода вам бегал Каждую квартиру снимал В общей сложности я вам предложил Как минимум 40 квартир Каждый раз бегал, показывал Как дебил, ходил пешком на пляж Сколько там дорог, здесь приехал, встретил Как благодаря тебе на ГСМ, на все остальное А здесь, получается, позвонили Кому-то парню, сказали Вот, мы там посмотрели одну квартиру Она нам понравилась Говорит, а у вас есть скидка на нее? Ну такой, что за квартира? Так, там-то, там-то, говорит, сейчас подождите, посмотрю О, есть комиссия Да, давайте я вам сделаю скидку Сколько? Он говорит, да давайте я вам 15 тысяч сделаю скидку О, нормально, взяли и купили Вы просто понимаете, как бы Вроде, как бы, если посмотреть, да Сколько, например, потратил денег на ГСМ На то, на все, время Опять же, да, как каждую квартиру То получается, это, мягко говоря, ну, наверное Не очень хорошо Да, это получается, мягко говоря, свинц Нет, я тоже, как бы, я тоже вот сейчас беру Ну, я тоже смотрю мотоцикл, да Смотрю в одном месте, втором месте Третьем месте смотрю Потому что в одном месте, например, я посмотрел Например, в Санкт-Петербурге, да, хотел забрать мотоцикл Но там оказалось, там, просто цена, там, ну, на секундочку Не дешевая, миллион шестьсот восемьдесят А там, как бы, уже говорю, ну, как бы, мне это видео покажи А он, хоп, там, как бы, там, поворотник сломан, там, да Ножка, там, немножко сломана Там еще что-нибудь, там, как бы А это он взял и умолчал В объявлении ни слова не сказал, понимаете Ну, все, и поэтому, как бы, это не то, что мне ерзу Я сказал, блин, извини, ну, как бы, я не хочу брать мотоцикл Притом, мотоцикл не дешевый И брать его вот с такими прекрасными Брать его с такими прекрасными нюансами Понимаете? Вот взял ему так и сказал Слушайте, наверное, мы там не поедем, пробка-то Да? Мы поедем, наверное Ну, с такими нюансами И все Потом, получается, девочка, которая Новосибирске предложила Ну, тоже такое отношение такое Я не понимаю, вот эти, вот, что дальневосточники самые, не знаю, там, самые добрые Такая Скидок нет! Это тоже, говорит, все там Вот, а цена, никакой ни скидки, ничего Ну, блин, я даже про скидку не заикнулся Но уже начинает так вот, знаете, вот такие Такое все Я говорю, доставка мотоцикла Ну, по идее, если ты заинтересован в продаже, да Ты же должен там сам узнать, да, например Например, там, доставка, например, с Валдеостока До Сочи, например, стоит, там, 50 тысяч рублей, к примеру, мотоцикл, да? И все Ну, вы там звоните, узнавайте где-нибудь, сами найдите И 5 тысяч мне еще заплатят за то, что я довезу до той компании, там, СДЭК или еще что-нибудь Думаю, офигенный подход! Вот, и эти люди потом еще берут и пытаются в комментариях сказать, что в Сочи не клиентеринговый подход Ну, ребят, вот просто посмотрите, когда вы обращаетесь, например, ко мне, да? Просто, да? Я вас всегда и встречу, и провожу, я всегда и угощу Я там, ну, как бы, я делаю все Ну, ни разу ни с кого из вас я не взял, там, ни копейки, ни рубля не взял, там, ни за ГСМ, ни за что Как бы отношусь к вам именно не как клиентам Я к вам отношусь как гостям, понимаете? Я вам отношусь как гостям Не как клиентам И для меня без разницы, там, не знаю, вы приехали покупать квартиру за 2,5 миллиона рублей Либо вы приехали квартиру покупать за 50 миллионов рублей Вы для меня, как бы, так скажем, одинаковые Одинаковые в каком плане? Одинаковые в том плане, что, как бы, ну, нет такого, что если вы, например, побогаче Я, например, в первую очередь с вами буду работать А если вы там приехали не побогаче, то нет Нет, одинаковые отношения Ну, вот, все, как, вот, все, как выстроили, нет такого, нет такого Знаете, хотя, вот, мне говорят, что это моя главная ошибка Что, например, везде учат, что надо ставить, да, когда ты обрабатываешь заявку А заявка, то что такое? Ну, как раз ваш запрос Надо ставить приоритет, да, например, высокая цена, высокая комиссия Там уже, это уже прям горячий Его в первую очередь, а это со второго очереди, а это в третьей Для меня я считаю, что вот все одинаковые Ну, и все Поэтому вопросов больше, чем ответов А по поводу того, что там написали, что там в Сочи цена высокая на недвижимость Да, конечно, высокая на недвижимость По поводу того, что добираться до моря некомфортно Да, ребят, я вам про это и говорю Если вдруг вы купили квартиру в Сочи парке В Сочи парке Вам до пляжа, до пляжа, который у нас юг, да, так называемый, да Где там Беспаспорт вас не пропускает, где самый конечный пляж Вам идти до него, на секундочку, 38 минут Если же вам идти на пляж Бытха, то час 20 идти Если вам идти на пляж Цирк, то вам идти час Ровно час По поводу того, что можно доехать на машине Да, вы такую машину там нигде не поставите Поэтому придется ехать на такси Такси, само собой, сбытки доезжают дороже Потому что там уже идет повышающий коэффициент Потому что там просто так машины не стоят И там получается длинная подача И по поводу того, что местным не купается Да потому что местным нет приоритета Вот понимаете Вот когда вы приезжаете У вас есть только всего лишь неделя Наслаждаться прекрасным городом Сочи А у всех местных есть 365 дней в году Поэтому если не успели сегодня искупаться Они искупаются завтра Если не успели завтра, искупаются послезавтра Ценности меняются немножко Понимаете? Ценности меняются Я когда приезжаю на отдых Куда-нибудь там, ну на купальный отдых Где-нибудь, да, Турцию Я каждый день купаюсь, каждый день делаю то Каждый день делаю это Но если я, как бы Ну и даже если просто приехал Там все равно пойду, да искупаюсь Немножко другое Ну мышление другое, понимаете? А не потому что там там Сочница брезгливая и так далее Все По поводу зарплаты Да, зарплата есть такое Есть зарплата, как бы Неофициальная Ну тут даже и разговоров не может быть Ну опять же, да Хочешь официальную зарплату Да ради бога Иди в школу там Устраивайся Работай за 60 тысяч рублей И все А если хочется чего-то больше Либо открывай Свою компанию Там, не знаю И открывай там Свою пей И там подобное И работай И получай Эстетическое Порнографическое удовольствие Не изменяйся В Сочи Проектируют дом Который планируют Переселить граждан Из аварийного жилья Ну отлично Слава богу Вы уже видите Уже даже проект есть Хотя вот я не понимаю Вот на Тимирязево Уже построили у нас Ава Групп А для кого они построили? Вроде бы строили Для переселенцев И для расселенцев В одной из школ Адлера Появится уличный кинотеатр Ну кстати Уличный кинотеатр Хорошая тема Классная тема Уличный кинотеатр Это прям То что доктор прописал Туристка в Сочи Пострадала По дороге К одной из местных Достопримечательностей И заметьте У нас постоянно Страдает женщина Не мужики А женщина Не знаю Вот я смотрел Да например Вот я говорю Например Вот я вот если Например в 43 года Захочу заняться Мотокроссом Смогу я например Стать мастером спорта А мне Говорит Макс Нет Я говорю Почему? Он говорит Ну потому что Говорит У тебя возраст не тот Я говорю Ну как? Говорю Ну я бегаю Говорю Фору могу дать Любому там Не знаю там Любому молодняку И так далее Спор в зале Пошу больше Чем все остальные Почему так? Он говорит Понимаешь Говорит Вот в таких Видах Экстремальных Обычно Побеждают пацаны 20-22 года И Побеждают Именно потому что У них Отсутствует Разум И отсутствует Страх Вот ты вот сейчас Берешь Говорит Обучаешься на мотоцикл Ты понимаешь Говорит Ты себе Купил экипировку Еще мотоцикл Не купил Но уже у тебя Вся экипировка У тебя перчатки Шлем Куртка Мотоботы У тебя Защита У тебя Там Не знаю Нормальный хороший Шлем купил Да Там Спинлоком Ерундой Все Понимаешь Подход другой Но мотоцикл Ты себе еще не купил И ты еще даже Права не получил Но ты себе Все это Приобрел Ты себе Уже все Это приобрел Понимаешь Говорит Возьми Любого 20-летнего Пацана У него Мотоцикл Какой-нибудь Убитый Без ничего Без обоевцев Без ничего У него Максимум Какая-нибудь Каска Которая Ни по размеру Ничего не подходит Футболка И трусы Не прав Ничего Он едет Там Как бы Гаишники Негаишники Попробует оторваться И все И вот такие ребята Они Как раз На мотокроссе На эндуро Показывают хороший взгляд Потому что Они безбашенные Потому что Ты например 50 раз подумаешь А стоит ли Залететь в эту гору И так далее Потому что Они об этом не думают Поэтому Говорит Даже опыт Например У тех же самых Мотоциклистов Больше Например У 35 летних 40 летних У них реально Опыт Моточасов больше Но они проигрывают Молодняку По одной простой причине Потому что У этих опытных Уже есть Чувство страха Уже есть Инстинкт Самосохранения Есть инстинкт Выживания Чего нет Вот у молодняка Поэтому Говорит Вот как бы так Посмотри Тут пацаны До 25 лет Редко Когда даже Шлем надевают Если только Все остальное Просто трэш И все Поэтому тебе В мотоспорте Ничего И не Цветит Вот так И в чем-то Наверное Он прав И даже я Говорит Да я инструктор Да классно все Ну например Вот я Проиграю Я за Эндору Потому что Я Знаешь У меня Семья Дети Все Я например Уже подумаю 50 раз Вот такую Жопу залезть Или не залезть Понимаешь Я 50 раз Уже подумаю Вот Из-за этого Проиграю Актриса Татьяна Васильева Сломал ногу Во время спектакля В прекрасном городе Сочи Почти Как в Москве Стоимость Микроквартир В Сочи Сравняли со столичной Что значит Микроквартир И Кстати Тоже Неправильные Данные Потому что Написано Что самые дорогие Квартиры Размером До 28 квадратов Находятся в Москве Где они стоят В среднем 8336 А в Сочи 8274 Но откуда вы взяли Такие средние цены На квартиры В 28 квадратов Метров Но Самый дешевый Это у нас Если мы берем С вами законный объект Это у нас Жилой комплекс Босфор И то дороже Вот где вы взяли Среднюю цену За 28 квадратов Метров За квартиры Вот В 8 Ну вот я не понимаю Сейчас многие Берут Там Смотрят Да Вот Говорят Ну как Макс Ты же покровал нам Сочи парк Там по 10 миллионов И так далее Ну вот Есть да Вопросы Но факт Остается фактом Конечно У меня там И сестра Присылает мне Там Макс Ну как ты Работаешь с теми людьми Которые присылают Ссылку на дом Который находится На берегу В Сириусе Смотрит себе Дом Возле моря За 7,5 миллионов Рублей Ты ему Никогда В жизни Ничего не продашь Потому что Ну потому что Все Потому что Например Ему трудно Будет поверить Что такой дом Который Показали За 7,5 миллионов Рублей Да На авито Что он стоит Немножко дороже Что он стоит 280 миллионов Рублей Если Такой дом Будет Снимать Вот так вот Ладно ребят Вам всем Прекраснейшего настроения Как у меня Голова пройдет Я обязательно Пойду И Посещу Тот самый спортзал Сегодня с утра Болит голова Поэтому уж Извиняйте Пожалуйста Башка болит Очень сильно болит голова Не знаю почему Просто на пустом месте Хорошего настроения Пока